Наши новости начинают работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте, смотрите в выпуске. Страшная находка. Труп женщины 10 лет пролежал за дверью квартиры Барнаульской многоэтажки. На примере соседей, чего не хватает краевой столицы, чтобы в город поехали туристы. Не скрывали улыбок за кулиси Чемпионата мира по футболу глазами алтайских волонтеров. В Барнауле нашли труп женщины, который пролежал в квартире 10 лет. Нерядовое происшествие расследовал сотрудник отдела по центральному району города Краевого следственного комитета Максим Селезнев. По его словам, мумифицированный труп обнаружили в доме по улице Чкалова. Один из жильцов многоэтажки решил сделать ремонт в квартире. Он начал менять стояки и обнаружил страшную находку. Одни и сообщил в полицию. Как выяснилось, в квартире около 10 лет назад умерла женщина. Правда, жильцы многоэтажки об этом не знали. Они думали, что их соседка куда-то переехала. Поэтому не придали значение ее отсутствию. По словам жителей, женщина была довольно странной и могла подолгу не выходить из квартиры. Близко с ней никто не общался. Умерла женщина примерно в 50 лет. Громкое ДТП в Заринске. Пьяный водитель намеренно сбил сотрудника ДПС. От полученных травм полицейский погиб. У него остались жена и двое маленьких детей. Инцидент произошел накануне в 10 часов вечера. По данным следствия, 18-летний парень, будучи за рулем в состоянии алкогольного опьянения, увидел, что полицейский подал знак об остановке автомобиля. Но вместо этого молодой водитель намеренно направил свою машину в сторону инспектора ГИБДД. Сбив сотрудника ДПС, злоумышленник с места происшествия скрылся. В кратчайшие сроки молодой человек был задержан. В ближайшее время следствие выйдет с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения. На месте происшествия целый день работают следователи и криминалисты. Правоохранители решают вопрос о передаче уголовного дела в отдел по расследованию особо важный. В Новоалтайске сегодня приняли первый участок дороги, обновленный в рамках федеральной программы. Качество проверяли и визуально, и с помощью особых замеров. Подробнее расскажет Анастасия Дороган. В Новоалтайск выехала полиция качества новых дорог. Авто с мигалками лаборатория на колесах сейчас проверяет ровность полотна. Пару кругов выдадут показатель международного индекса ровности. Ямы или кочки, колесо двигается. И вот эти движения фиксируют датчики в виде графика. ГОСТа нормируется 2,6 миллиметров колебания на метр пройденного пути. Здесь у нас 2,1, 1,0. Мы если пройдем сейчас по какому-нибудь старому участку дороги, там будет около 7-8. Почти 500 метров нового полотна по улице Пруцкая. В рамках программы «Безопасные качественные дороги» этот участок на Волтайске сдали первым. На 7 ведут работы. Убитые дороги выбирали сами жители. Их рейтинг одобряют и власти. Здесь много автобусных маршрут, школа, магазины, храм. Нам недавно присвоили статус территории, опережающей социально-экономическое развитие. Это дополнительный стимул, чтобы привлечь сюда инвесторов. Ямочность здесь была серьезная. Отфрезерована поверхность существующая. Устройство было выравнивающего слоя из пористого асфальтобетона. И устройство покрытия из щебенистомастичного асфальтобетона. Дорожники заверили, полотно прослужит минимум 5 лет. Визуально его качество проверили представители УНФ. Замечаний нет. Специалисты следили за строительством на каждом этапе. Отбор материалов, производство смеси, укладка слоев. И так с любым новым участком дороги в крае. Если что-то пойдет не так, то в процессе эксплуатации будут образовываться колея, накаты, трещины, разрушения. Бывает у нас подгрунтовка перед устройством асфальтобетона. Устройство подгрунтовки недостаточно качественно. Либо они на всю площадь, либо неравномерно. Переделок не будет. До октября по федеральной программе в Новоалтайске сдадут 8 участков дорог общей протяженности почти 8 километров. На их строительство выделено 106 миллионов рублей. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Наши новости. На Алтай вновь идут дожди. Для жителей села Самсонова Шипуновского района это означает, что населенный пункт лучше не покидать. Любая поездка становится экстремальной из-за отсутствия дороги. Весной, осенью и в грозу обычный поселковый путь превращается в болото. Там колея чуть ли не в колено, ямами бывает. И получается стоит как каша, и вся эта колея скрыта под кашей. То есть легковая, если машина будет ехать, она даже не поймет, что эта колея там есть. Он просто провалится и висит там, пока кто-то не приедет на трактор и не вытащит. Любопытно, что на половине пути асфальт есть, но со стороны соседней деревни. Подъезд к Самсоново представляет собой обычную накатанную дорогу. По сообщению сотрудников Алтая-Автодора, на этом участке пути работы проходят регулярно, но это лишь отсыпка щебнем. Запланированы они этим летом. В администрации района объясняют, в бюджете денег хватает только на текущее содержание, поэтому на достройку дороги рассчитывать не стоит. Ну а почему когда-то дорожники остановились на половине пути, ответить затруднились. К другим темам. Повысить заработную плату и поднять уровень благосостояния горожан. Об этом сегодня шла речь на встрече в Рио-губернатора края Виктора Томенко с руководителями профсоюзных организаций. Средняя зарплата бюджетников составляет чуть более 23 тысяч рублей, а в реальном секторе и того ниже. Это самый низкий заработок в Сибири. Руководители профсоюзных организаций обратились к Виктору Томенко с просьбой решить проблему. По мнению в Рио-губернатора, увеличить доходы можно за счет развития экономики и создания новых рабочих мест с высокой заработной платой на предприятиях. Постепенно вырастет и средняя зарплата в крае, отметил Томенко, на которую начнут ориентироваться работодатели других сфер. Реализация здесь новых проектов, создание новых рабочих мест, заработная плата, на которых будет выше средней, которая есть по краю, уже будет приводить автоматически к росту этой самой средней. Будет средняя расти, будем среднюю тогда объективно и обоснованно и у бюджетников поднимать. И, соответственно, все остальные предприниматели, работодатели в частном секторе, особенно которые работают, естественно, будут ориентироваться на то, что у бюджетников происходит. Ну а теневой бизнес нужно выводить из тени и избавляться от гаражных предпринимателей. Об этом Виктор Томенко сегодня заявил уже на рабочей встрече с представителями малого и среднего бизнеса. Как живут и с какими проблемами сталкиваются, он узнал, что называется, из первых уст. Руководители одного из крупнейших предприятий края по производству бытовой химии и косметики знакомят гостя со своим детищем. Говорит, продукция, это более 700 наименований, есть не только на полках магазинов России, но и стран СНГ. При этом, чтобы оставаться на рынке и быть конкурентоспособными, необходима постоянная модернизация. В развитие этого производства, по словам директора, ежегодно вкладывают около 100 миллионов рублей. Надо, конечно, искать возможность этой субсидии. Мы получали субсидии, я вспоминаю, до 2016 года. После этого субсидий больше нет. Мы тогда получили через комитет по предпринимательству 27 миллионов. Да, ну, это небольшие деньги, но все равно они помогли нам купить какое-то оборудование. По словам предпринимателей, к сожалению, не всегда размер собственной прибыли соответствует реальным затратам. К тому же палки в колеса ставят так называемые гаражные, другими словами, нелегальные бизнесмены. Они умышленно снижают цены на свою продукцию, которая далеко не всегда качественная, но и из-за своей низкой стоимости пользуются спросом. Таких предпринимателей, по мнению временно исполняющего обязанности губернатора края Виктора Томенко, непременно нужно выводить из тени. Либо частично, либо полностью они сегодня у нас с вами отсутствуют в легальном поле экономическом. Это за собой влечет огромное количество проблем и для потребителей, и для властей, и для бюджета, и для самих этих предприятий, и для работников, которые на них работают. В общем, это полностью негативная ситуация, которую надо преодолевать. Еще одна проблема, которая на протяжении нескольких лет, по мнению экспертов, является больной мозолью, это отток налоговых отчислений за пределы региона. Ряд крупных предприятий, сменив место регистрации, продолжает работать в Алтайском крае. Но налоги отчисляют не в краевую казну. Другая проблема с малым и средним бизнесом. Их налоги просто душат. На наш взгляд, именно для малого и среднего бизнеса, а может быть по отдельным направлениям, которые приоритетны для Алтайского края, можно было бы найти некие инструменты снижения налоговой нагрузки. В частности, законодательство позволяет в два раза снизить нагрузку для предпринимателей, работающих на прощенной системе налогообложения. Сегодня уже понятно, после некоторого общения, что такие направления, как улучшение конкурентной среды, как улучшение качества взаимодействия и вообще работы банковской сферы, которая обслуживает все это, весь этот сегмент, весь этот сектор экономики. Конечно, разворот или, можно сказать, больший учет в налоговой политике именно стимулирующей составляющей. Это очень важно, и эти направления я поддерживаю. Виктор Томенко напомнил предпринимателям, что сейчас формируется новая программа социально-экономического развития Алтайского края, которая должна стать стратегическим документом, в том числе для малого и среднего бизнеса. Все дельные предложения внесут в программу. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости. Как превратить старинный городской квартал из трущоб в туристический центр, причем популярный у граждан и приносящий доход? Барнаул продолжает принимать гостей межрегионального архитектурного фестиваля «Зодчество в Сибири». Среди них представители Иркутского архитектурного сообщества, авторы единственного в России успешного городского пространства «Квартал-130». Подробно об иркутском опыте и о том, насколько он может быть полезен, Барнаулу расскажет Илья Кочетков. Такие проекты называют проектом мечты. Был участок в 6 гектар в историческом центре Иркутска на неудобном Косогоре. Старые ветхие дома, криминал, но вместо того, чтобы снести и застроить многоэтажками, городские власти в конце 2000-х решили создать здесь особый исторический квартал. Большую часть инвестиций, почти 6 миллиардов рублей, вложили частные инвесторы. Итог – прогулочная зона с ресторанами, магазинами, музеями. Сотни тысяч туристов в год, 2000 рабочих мест, миллиарды рублей налогов и десятки восстановленных памятников архитектуры. Многие барнаульцы слушали это с плохо скрываемой белой завистью. Ведь еще в советское время на улице Анатолия и чуть ниже тоже планировали сделать подобный квартал. Помешала перестройка и нагрянувший капитализм. Но тот же самый капитал, бизнес сегодня, считают многие специалисты, может помочь возродить эту идею. Если не здесь, то в каком-то другом месте исторического центра Барнаула. Например, на территории так называемого туристско-рекреационного кластера. Один из авторов «Иркутского чуда», архитектор Елена Григорьева, говорит, здесь вполне могут появиться свои барнаульские исторические кварталы. Но для этого надо придумать, как и зачем должны приходить сюда горожане, а за ними и туристы. Сформировать вот этот поток и насытить вот этот путь началом, целью, а лучше вообще транзитом. Чтобы этот поток был транзитный. Там, где организован поток, там идет уже спрос на вот те услуги малого бизнеса и крупного бизнеса, которые предлагаются. Ну и вот он становится доходным. Архитектор Александр Дерин говорит, многие профессионалы еще в начале разработки туркластера просили местную власть подумать именно об этом. Их не послушали и зря. Здания, включая сереброплавильные, продолжают ветшать. Улицы практически пусты. Все потому, считает Деринг, что не подумали о главном, об интересах людей. Пример Иркутска четко показывает, успешный проект по комплексному восстановлению исторической части города возможен, только если власть, бизнес и архитектурное сообщество станут работать сообща. И тогда, возможно, и у нас в историческом центре, наконец, появится свое барнаульское чудо. Илья Кочетков, Николай Шелко, Наши новости. Алтайская делегация волонтеров вернулась с чемпионата мира по футболу. Сегодня они встретились с журналистами. Всего от нашего края на главный спортивный праздник года поехало 20 человек. Пока весь мир болел игрой, 15 тысяч добровольцев со всех стран сутками дежурили на стадионах, оказывали медицинскую помощь, встречали гостей и общались со СМИ. Алтайские волонтеры работали в четырех городах – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге. Из-за плотного графика волонтерам не удалось увидеть все игры, но полтора месяца они находились рядом со всемирно известными футболистами. Улыбались, не скрывая этого, и нам было совершенно без разницы, смотрят ли на нас сейчас наши функциональные менеджеры, будут ли они нас ругать за такие эмоции. Мы улыбались и радовались всем. Сначала вышел Жирков, я помню, мы им радовались. Потом прошла вся египетская сборная, потом уже пошла вся наша российская. На первый матч к нам приходил как раз-таки болельщик из Удовской Аравии, именно после первого гола, когда забила Россию. Он жаловался на головную боль, поздравил нас всех с этим голом. И сказал, что у него заболела голова именно из-за того, что Россия забила им гол. Стать участниками события было совсем непросто. Участники подавали заявки за полтора года до чемпионата мира. Они прошли огромный отбор, собеседование по телефону и скайпу, требовалось знание английского языка и учитывались личные достижения. Барнаульскому приюту Ласка нужны рабочие руки. Из-за большого количества животных, которое растет, с каждым днем мест для размещения не хватает. Сейчас в приюте содержится более 600 собак и около сотни кошек. Студенты архитектурно-строительного колледжа предоставили стройматериалы для вольеров, но в приюте не хватает рук, которые могли бы помочь обрести животным новый дом. Необходима помощь мужчин, желательно со шруповертом, которые бы пришли и собрали эти будки, заготовочек, для того, чтобы в них уже заселить новых постояльцев наших. И о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эволар». Если повышен холестерин и вы ищете замену вашему обычному лекарству, «Атероклифит» – натуральное лекарство для снижения холестерина. «Атероклифит» – фитотерапия от «Эволар». Почувствуйте разницу. «Эволар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В пятницу в крае переменная облачность, в отдельных районах возможны дожди. В Вийске и Рубцовске – до 26 градусов тепла. В Валейске, Заринске и Славгороде – 25. В Барнауле – ночью – 18. Днем возможна гроза и ветер северо-западноумеренный. И днем температура поднимется до 26 со знаком «плюс». Это все новости к этому часу. Телефон редакции 722-440. Хорошего настроения вам и до встречи в эфире.